Ой, он там такой сочинял. Просто сочинял, ребят, а не насочинял. Да не, нормально. Серьёзные репортажи записывали. РЕН-ТВ! Ну смотрю, какие люди. Ох, догнетал он ещё три года назад. Не меньше, чем сегодня. Бам, вот это вот. Это просто реакция, да, какая-то? Прям притянули, так притянули за уши. Он всё знает, он нас раскрыл. Всё так тупо. Хит, просто хит. Опять сделали это. Ну, похоже, пять есть и там, и там. Маловато фольги. Бой, как они это делают? Прячьте свои телефоны, ребята, они уже взламываются. Это я ещё не копаю глубоко. Это я ещё не копаю глубоко. Ну, сейчас посмотрим, посмотрим. Разоблачение. Пацаны, пацаны, совсем доброго. Привет, надеюсь, у тебя всё хорошо. Сегодня смотрим, естественно, кого. Топу. Топу Утопия Шоу. И то, что у него, на самом деле, не какое-то свежачко. Мне недавно выходило. А и старенького три года назад. Между прочим, Симпсон знает всё. Предсказания и формат, само собой, топ-секрет. Но, прежде чем мы начнём, прежде чем мы начнём. Хочу вам похвастаться, ребята. Хочу похвастаться. И похвастаюсь, естественно. Верок, смотрите, что у меня тут есть. Кто, короче, есть у нас в Телеграме. Те видели уже, заранее знают. Вот. А те, кого нет, собственно, для вас это новая информация. Смотрите, что есть. А, такая вот штука у меня имеется. Здесь, значит, те самые карточки. Мы с вами недавно смотрели. Лайв-блог топа. И, собственно, говорил, что у него там карточки вот эти вот продаются. Да? Как бы такие сувенирные, скажем так, больше. Их, типа, там мало осталось. И всё такое. Вот, смотрите. Вот такие вот карточки. Они действительно прикольные. Мне, ну, они, на самом деле, больше всего понравились. Такое сейчас будет вкратце покажу. Если, во-первых, во-вторых, если вам интересно, короче, это, то ставьте пальчики вверх, естественно, авансиком, авансиком. Ставьте за выпуск, за вот это всё. В общем, просто, блин, ставьте, потому что это большая поддержка лично для меня. Большое спасибо. Вот. Подписывайся, организуйте, подписывайтесь исключительно с бубинцами. Комментарии пишите. Вот. Если вам интересно подробнее эту штуку посмотреть, может быть, в каком-нибудь из следующих выпусков посмотрим чуть подробнее. Ну, как подробнее? Просто карточки вам покажу и всё такое. Сейчас просто время на это селитрать не будем. Но, в общем, вот там такая вот штука есть. Вот такая классная. Вообще, прям, качественная. Сами карточки тоже очень крутые, честно говоря. И до сих пор продаются. Но я брал как набором. Смотрите, тут Йети. О, наш любимый, кстати говоря. Который вот так вот идёт куда-то непонятно куда и осматривается. О, смотрите, снежный человечек. Всё показывать не буду. Не знаю, насколько это там можно это показывать или нельзя. Вот, если Топа это видит, то скажи, можно или нельзя. Если можно, то я, может быть, ребятам покажу в следующий раз как-то чуть подробнее. И в наборе, собственно, здесь шёл ещё и как бы комикс, между прочим. Но знаете, что я скажу? Если вдруг это видит Топа, если вдруг кто-то это видит, кто может до него донести. Короче, на Озоне, когда продаются эти штуки, вот тут вот, вот тут вот, вот тут вот, стоит наклейка Озоны. Я её снял, и тут остаётся очень некрасивый след. Прямо на самом комиксе. Что довольно обидно, потому что обложка красивая. Обложка такая блестящая, светится. Вот это вот всё переливается. А вот здесь, не знаю, вам видно или нет. Видно, кстати говоря, видно. Вот там остаётся след. Просто потому что, я не знаю, придурки взяли и приклеили. Дебильную наклейку с надписью Озон вот прям сюда на обложку. Если на карточке, как бы, на карточках такого нет, потому что карточки были в пакетике, и на пакетике была эта наклейка, то здесь прямо, ну, вообще некрасиво. Ну, шо это такое? Вот. Ну, если интересно, можем просто посмотреть в следующий раз чуть подробнее. Сегодня смотрим про Симпсонов. Выпуск очень интересного, мне кажется. Ну, в любом случае, очень интересно от вариантов. И вообще не присутствует никаких других. Но, вот этот вот мемасик про то, что всё предсказали Симпсоны. Вот какие-то события происходят, и постоянно ты видишь это то, что вот, а в Симпсонах это предсказали, а в Симпсонах была отсылка, а в Симпсонах всё знали. Так ли это на самом деле? Учитывая, что топ-сикрет это разоблачение, есть подозрение, что сейчас мы узнаем, что на самом деле Симпсоны нихрена не предсказывали. Ну, заваривайте свои бутербродики, как я люблю говорить. Берите что-нибудь покушать в любом случае. И отправляемся в путешествие. Нахрен знает сколько минут, сам выпуск длится 24. Я думаю, что у нас, конечно, подольше, как обычно, получится. Всё, поехали. Будет интересно. Кстати, подумал, на самом деле, про карточки. Наверное, может даже не в ролике это сделаю, а может быть в наш телеграм выложу. Чуть подробнее просто, знаете, фото-отчётик небольшой, про то, как они выглядят, там, фоточки всякие и прочее. При поддержке Мир Квестов. Три года назад. Тогда уже поддерживали. Как предсказывало то, что было 11 сентября. Это, кстати говоря, создатель этого, Симпсонов. Создатель Симпсонов, как там его звать? Он вот так и выглядит. Я так понимаю, там Ванга, а это Нострадамус. У него у топа ещё есть и про Нострадамуса в выпуске. Я себе добавлял посмотреть попозже. Если интересно, проявляйте интерес как бы вот так вот своими пальчиками и доберусь посмотрим. Я это предсказывал раньше. Намного раньше. Все выничтожиство. Давайте я вам расскажу, что такое настоящее предсказание. Там Барт какой-нибудь что ли? Неопознанное расследование. Факты. Ой-ой, заставочка, кстати говоря. Заставочка всё такая же. Просто муах, вот такая. Но, по-моему, отличается. Это уже немного другая. Факты. Разоблачение. Топ-секрет. Да-да-да, отличается. Ну, блин, крутая. Ребята, даже три года назад было крутой. Совершенно каждый человек хотел бы, чтобы на него из будущего в какой-то момент упала вот такая книженция с результатами спортивных. Да-да, Альманах. Это прямо из «Назад в будущее». Мне кажется, как только фильм вышел, все только и мечтали о такой книжечке. Было бы здорово. Предсказание с точностью до секунды. Это просто золотая жила. Люди, к сожалению, такими способностями не обладают. Ну, смотрю, какие люди. Раз уж мы про всякие сверхъестественные штуки. Или... А что, если я вам скажу, что все-таки можно предсказать события с точностью до секунды? Вы посчитаете меня сумасшедшим? Но дело в том... Да не, нормально. Мы уже давно никого не считаем сумасшедшими со всякими этими историями. Все нормально. ...что такие предсказания действительно существуют. И ее сделали... Симпсоны. Серьезно? Я могу понять Нострадамуса. Он сочинял эту хрень 500 лет назад. И в то время можно... Он там такой сочинял. Просто сочинял, ребята, а не насочинял. Он там прям, по-моему, спросив... Свинюшек и киборгов что-то писал. Что-то еще какие-то. Там просто... Там, я не знаю, можно было вот каждое его предсказание взять и снять, по-другому, какой-нибудь фантастический фильм. Любую дичь городить, и тебе поверят. Я понимаю феномен Ванги, потому что это было во всех СМИ. Людям вдалбливали в голову, что она предсказательница. Даже более того, некоторые журналисты серьезно ездили к ней. Типа такие... А-а-а-а-а... Серьезные репортажи записывали. Это все, по-моему, крутили на первом канале или где-то так... Ну, на каких-то таких крупных каналах. Но мультик! Не могут же люди всерьез к этому относиться. За свое 27-летнее существо... Ха-ха-ха! РЕН-ТВ! Кто бы сомневался, что именно РЕН-ТВ выпустит серьезный репортаж про это? Бля, простой мультсериал предсказал очень многое. А-а-а-а! А-а-а-а! Ты тормози-ка! Этот голос главный. Блин, было бы круто, на самом деле. А кто озвучивает? Вот прям, знаете, найти этого чувака, и чтобы он что-нибудь для топа озвучил. Мы смеемся? Это ведь старый добрый топ-сикрет. И сейчас я начну все это разоблачать. Ну да. А что если... У меня не получится. Что если под семейным мультфильмом скрывается нечто более глубокое и трудно поддающееся объяснение? А, это все мультик, который придумали масоны, чтобы делать всякие отсылки на будущие факты, о которых они знают. Но только самые умные могут догадаться, что это отсылки на будущие факты от масонов. А кто не догадается? Ну, как дураки смотрят этот мультик и смеются, радуются. Сейчас бы Симпсонов смотреть как мультик. Несерьезно. Без поиска отсылок. Если вы не в курсе, о чем вообще идет речь, это даже хорошо. Сейчас вам все расскажут, и по вашей коже, возможно, пройдут мурашки. Может быть. Они любят иногда проходить по нам. Кто бы мог подумать, что... Дик Хренсберг. Имя изменено. Три года назад он все еще существовал. Пока что непонятно, когда он появился. Но то, что три года назад этот персонаж уже был... Факт. Умеет предсказывать свою смерть. И только причем. Это его единственная суперспособность. Кто в наши дни самым точным источником пророчеств окажется... Ой, смотрите, Дик Хренсберг тогда личико-то не так закрывал, как в последних у нас выпусках. Мультсериал. Академия Эболы. Пожар в Нотр-Дам. Президентство Трампа. Покемон Гоу. Теракт 11 сентября. Огромное количество технологических новинок и даже математические уравнения. Все это было предсказано задолго до случившихся событий настолько точно, что люди не верят своим глазам и от испытанного шока постят везде скриншоты совпадений. Это показывают по новостям, а разоблачить это никто не может. Наверное, потому что это невозможно. Как ты нагнетаешь-то опасно... Ох, нагнетал он еще три года назад, не меньше, чем сегодня. Это все, Фран ТВ вставят в очередной раз. Ну, поехали. Самая часто встречающаяся критика их предсказания заключается в том, что сериал идет с 1989 года и там уже... Они столько всего показывали, что ненароком... Ой, да нет, мне кажется, уже это больше, чем 666. ...угадали какое-то событие. Закон больших чисел и все в таком духе. Даже Саус Парк их высмеивал за это. Даже сломанные часы дважды в день показывают верное время. Ну, я на самом деле думаю, что сейчас будет про то, что какие-то события действительно, на самом деле, если углубиться в эту историю, происходили не до эпизодов, например, да, а какие-то события, ну, действительно, вот так вот совпало, но это можно объяснить тем, что слишком много эпизодов, слишком много идей и много... Ну, совпадения возможны, короче. Про часы, которые дважды в день, даже сломанные, будучи сломанными, все равно показывают верное время. У Симпсонов давно уже все было. Дальше что? Они же 13 лет в эфире, естественно, у них уже все было. Знаете, к черту, я об этом сегодня ни слова не скажу, потому что это просто попытка описать происходящее, но не... Поп. Ичка. ...и дает точный ответ на вопрос, а предсказывали ли они на самом деле. Знаете, что я сделаю? Сизму каждой известное предсказание и по очереди буду его разбирать. Я расскажу вам то, что уже сделали до меня, но добавлю и свои расследования, потому что просто не нашел этого в интернете. Ну давайте. И небольшая просьба, досмотрите это видео прямо до самого конца, там вас ждет большой сюрприз. Я даже догадываюсь, какой конкретно. Эбола. Страшный вирус, вакцины от которого нет до сих пор. Самая ужасная вспышка эпидемии произошла в 2014 году. Тогда люди начали говорить о том, что предсказание было в Симпсонах. Вы только посмотрите. Да, не хочешь почитать? Любознательный Джордж и вирус Эбола. Это эпизод 97 года, вышедший за 17 лет до эпидемии лихорадки Эбола. Да что ты говоришь, моя маленькая конспирологическая булочка. На самом же деле вот так... Ой, 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 ой. Дела обстоят. Впервые вирус был идентифицирован в 1976 году и назван Эбола в честь реки, протекающей в месте первой вспышки эпидемии. И вспышки происходили после этого постоянно, но в 1995 году была достаточно крупная. И они писали везде, где только можно. И в год выхода серии тоже была. Так что совершенно ничего удивительного, что Симпсоны просто взяли окно... Ну да, здесь прям притянули, так притянули за уши. ...стальную повестку дня и сделали из этого зарисовку. Вот это я понимаю начало, сразу с разоблачения. Но как бы мы о мультике говорим, тут нагнетать особо не получится. А вот это очень крутая часть. Симпсоны предсказали массу Бозона Хиггса за 14 лет до того, как это сделали ученые. В 1996 году Гомер Симпсон почти без... Господи, этот голос, он просто, я не знаю, ты один раз его услышишь и все, уже... Никакая не забудешь. Почти безошибочно. Безошибочно определил массу Бозона Хиггса. Если слышите какие-то на фоне звуки, я не знаю, уже, наверное, в каких-то последних нескольких роликах это есть. Это потому что сосед у меня, походу, просто дворец какой-то выстраивает абсолютно. И это происходит просто целый день. Ничего с ним не могу поделать, к сожалению. Надеюсь, что это не особо слышно. Сорян за... За него, в общем-то. Сорян за него. Он-то не извинится, конечно, он там... Строит свой сраный дворец. А я вот извинюсь за него. Надеюсь, что не так хорошо слышно. Если будет хорошо, то я не знаю, буду ставить на паузу, ждать, пока закончится это, а потом продолжать смотреть. Потому что с каждым разумом, по-моему, только усиливается. Да. Мозги в смятку. Ну, по крайней мере, так говорят СМИ. Вы только посмотрите. В одной из серий Гомер пишет на доске уравнение, и мы видим, что по его версии масса бозона Хиггса 775 гигаэлектрон-вольт. Спустя многие годы ученые, наконец, смогли определить его массу. И знаете, какая она оказалась? 775? 125 гигаэлектрон-вольт. Ну, похоже, 5 есть и там, и там. Они все предсказали, они все знают. Совпадение есть, этого достаточно. Безошибочно. В чем нахрен совпадение тогда? А кто б его знал? Но попытка, если честно, очень неплохая. Как Симпсоны смогли даже приблизительные цифры угадать? Это звучит невозможно. Один из сценаристов, Дэвид Коэн, не просто какой-то там сценарист мультиков, а еще и человек науки. Закончил Гарвард и Беркли, физик и магистр компьютерных наук. Кто мог подумать, да? Уравнения на доске были его идеей. И он позвонил своему старому знакомому Дэвиду Шиминовичу, профессору астрономии, который и написал... Вот смотришь ты просто Симпсоны в такой, типа, весело, прикольно, бар там, гаммар, приколы где-то происходят. И даже не задумываешься о том, что при написании эпизода сценария, к эпизоду мультика, Симпсоны были привлечены какие-то ученые, которые консультировали. Это просто бам! Вот этот вот сам факт того, что за этим стоит вот это вот все! Вообще, а ты просто как дурак сидишь, смотришь мультик и радуешься. Не, ну, понятное дело, что я не должен об этом задумываться, но тем не менее, конечно, поражает сам факт того, что сколько всего мы смотрим, вот такого как будто бы несерьезного, и за этим стоит прям какие-то сценаристы, ученые во всем этом задействованы. Вот вы смотрите сейчас эту реакцию и думаете, ну, сидит, наверное, просто парень какой-то там что-то говорит, ну, да, прикольно, весело смотреть, конечно, интересно, вот. А вы даже не подразумеваете, что я перед этим консультировался с учеными, значит, в сценарии мне были написаны различные варианты этих сценариев, я отбирал, читал, и даже то, что я сейчас говорю про сценарий, это часть гребаного сценария, который в итоге был успешно одобрен мною и используется в данный момент. Вот так вот. А вы-то думаете, это просто реакция, да, какая-то? Нет, это так, все просто не было. А сосед, думаете, тоже просто? Мы с ним заранее, это спец... Это ты думаете, сосед какой-то существует? Соседа не существует, ребята! Ой, наивные, конечно! Это все колонка рядом стоит просто, и там звук играет соседовский, просто потому что сценаристы прописали, что здесь, ну, для динамики, скажем так, должен быть на фоне какой-то, ну, как бы, типа, звук, сосед, чтобы я отвлекся, как бы пошутил на эту тему. Вы думаете, это все по... Нет, ребята. Вот все сложнее, чем вам кажется. Все сложнее, чем вам кажется. Спасибо. Он даже остановился сейчас по сценарию, между прочим. Все, смотрим. Отвлекся. Примерное уравнение. Да и вообще, Симпсоны не так глупы, как вы думаете. Любители математики, возьмите на заметку, что в русском переводе есть интересная книжка. Симпсоны и их математические секреты. Ни хера себе. Исходя из этого уравнения, мы поняли, что масса бозона Хиггса семьсот семьдесят пять. Профессор, я это уже видел в Симпсонах. Ну, ладно тогда. В принципе, я вам тогда не нужен, да, типа такой. И пошел. Он все знает. Он нас раскрыл. Он знает, что я не настоящий профессор. Заткнись. К следующей главе. Сверхразум, это когда ты выучил математику, смотря Симпсонов. Ну и раз уж мы начали говорить о науке, то почему бы не рассказать о технологиях, которые Симпсоны предсказывали задолго до их появления. Ну, все-таки есть же, наверное, такие моменты, которые они действительно все-таки до конкретного изобретения. Видно, человек разбирается. А что-то там, по-моему, что-то взламывает, если честно. А вы знали, что Симпсоны предсказали автокоррекцию слов, без которой мы сейчас жить не можем вообще? Серьезно? А еще Симпсоны первыми открыли бозон Хиггса. А еще пошла она в жопу, это автокоррекция слов, если честно, особенно на телефонах. Вот так вам скажу. Потому что вечно ты вводишь что-нибудь, этот придурок автокоррекция, что-то правит тебе на абсолютно другое слово, которое тебе не нужно. Или ты хочешь с маленькой буквы написать, этот дивот пишет тебе с большой буквы. Да я хочу с маленькой буквы написать, я знаю, что я пишу. Нет, там он автоматически корректирует. И изобрели автокорректировку текста в смартфонах. Если что, то это серия 1994 года, автокоррекция появилась в 2007, по версии вот этого чувака, который безумно хайпил этими предсказаниями. Они предсказали автокоррекцию в ваших телефонах? Вы шутите? Этого не было в 2007. Что мешает одну секунду погуглить, мне не очень ясно, но слово не воробей. Вообще, кстати, не воробей. С чего вдруг? В общем, все начали... Действительно, это же слово, а не воробей. Это распространять. А важен тут контекст. Давайте его послушаем. Эй, давай, запиши свой Ньютон. Отделать Мартина. Отделать Мартина. Отведать Марту. Он говорит, дай сюда этот Ньютон. Потом нам показывают пародию на... Ну это же не автокоррекция вроде бы, нет? Ну хотя, ну типа... Логотип Apple. А вы знали, что у Apple действительно было устройство, которое называется Ньютон? Находим, что за полгода до этой серии в газетах были вот такие статьи. Тут говорится о том, что Apple накосячили и Ньютон иной раз не мог нормально исправить даже свое имя. И вообще, полный мрак с этим переводом. Блин, все так оказывается просто. Я просто объясниму. Вот прям даже знаете, как будто... Вот прям вообще... Да, загуглил реально. Первая строчка, наверное. Симпсоны просто опять стебанули очередную историю. А в серии 1998 года они предсказали появление таких штук, как Oculus Rift, Vive и так далее. Круто! Давайте сделаем вид, что мы кретины и не будем реагировать на то, что каждый фантаст это предсказывал. Пройдемся по фактам. 92-й год. Фильм «Газонокосильщик». Не, ну вот этот момент, конечно, тоже мне... Ну, он мне изначально казался странным, типа, потому что вот эти шлема, как бы, и всякие такие штуки, они ну были вообще хрен знает где, много где абсолютно. И в фильмах, и в книжках, и в мультиках, по-моему, каких-то даже бывали. Да ладно, чего уж там. В 1962 году был запатентован отец виртуальной реальности, которую называли «Сенсорама». Потом постепенно появились шлемы. 79-й, 85-й год. Странно вообще думать, что такая технология могла брать начало только в конце 90-х. Я тоже предсказатель. Через пару лет появится еще одна платформа, типа, тикток или инстаграм. Скриньте. Умные часы... Так, подожди, через пару лет он говорит, что-то типа тикток или инстаграм. Ну, я не знаю, появилось, не? Появилось? Уже 21-й, кстати говоря. А это, по-моему, 3 год назад было. Сы туда же. 95-й год, охренеть, как же так? Ну, если кто их и предсказывал, то сайфай и стартрек в частности. Но умные часы появились намного раньше Симпсонов. Вот, например, Seiko TV Watch в 82-м году с телевизором. Или прототип Sinclair FM в 85-м. Экшн-камера предсказана в 1994-м. Повторите это еще раз, смотря на эту фотографию 60-х. Видеосвязь пророчили за 10 лет до ее появления. Ага, 1879-й год. Телефоноскоп. Ну, предложена концепция, я имею в виду. Что насчет пикчефона? Или, может, люмофона? А может, видеофона? А может, пошел ты. А может, и пошел. Главное, что я ушел, зная правду. Сечете? Предсказания мне в мультик. Это что же получается? Никакие разработки. Они не предсказывали? Во дела. А к чему ж тогда этот выпуск? А к тому, что моя цель не просто сказать. Они не предсказывали. Вы просто дураки. А считай на пальцах рассказать о каждом предсказании. Тем более дальше самая жесть. С чего начался всеобщий хайп? Вот с этого кадра. Вы его прекрасно знаете. Симпсоны предсказали президентство Трампа за 15 лет до того, как это произошло. Кадр в кадр. Так, ну вот это интересно. Страшно. Ну, с другой стороны, а могло ли это специально быть так сделано? Ну, не с Симпсонами, а в реальной жизни. Я не знаю. Ну, сейчас посмотрим. Посмотрим. Разоблачение. Да. Страшно от того, что люди перестали уметь пользоваться руками и пальцами. Ведь спустя 15 секунд я нахожу ролик с его появлением на публике 16 июня 2015 года. А потом нахожу ролик на официальном канале анимации Фокс, который был загружен в июле 2015. Все так тупо. Все реально так. Сосед, ты просто меня уничтожишь сегодня, все мои нервы. Это настолько тупо? Это реально настолько тупо? Эта дрель со мной вместе смеется, если что. Такое... Это серьезно? Ну, ладно. Это, это прям, знаете, это прям разочарование. Это даже не серия, а просто промо-ролик, который просто копировал выступление Трампа и добавлял туда юмора. Серьезно? А вот что реально было в 2000-м, так это то, что Лиза действительно говорит о президентстве Трампа. И вот тут уже ступор у всех. Ведь победу американского президента... Опять этот репортаж, господи, РЕН-ТВ, боже мой, что вы делаете? Остановитесь. Представители мультсериала действительно предсказали. Вот он эпизод, созданный в 2000-м. Как известно, президент Трамп потратил наш бюджет. Хо-хо! Как ты это объяснишь? Маловато фольги, я тебе скажу тупо. Вот так я тебе это объясню. Скептик. Ну, я-то могу. Еще 7 октября 1999 года Трамп в интервью Ларри Кинга заявил, что хочет сформировать комитет для предстоящей заявки. Как бы все. Понятно. Впоследствии заявку он снял, но Симпсоны уже намотали на ус шутеечку об этом. А то, что сейчас форсится, что они предсказали его смерть, то забудьте вообще. Это фейк, сделанный умельцами с интернетов. Повышаем сложность. В 98-м году выходит серия, в которой показано, что 20-й век Фокс принадлежит Диснею. Что и произошло совсем недавно. Как же так вышло? Отмотаем время назад и я, как фанат Симпсонов, вам кое-что расскажу. На протяжении очень долгого времени они троллили Дисней. Можете взглянуть. И этот случай не исключение. Закрадывается только одно предположение. Фокс, которым принадлежат Симпсоны, давно ведут какие-то терки с Диснеей. Или просто знают больше, чем мы. И если бы не было этой шутки, то люди бы просто нашли эту, где показано, как Дисней избивает условно Фокс. И зацепились бы за это. Люди ведь такие люди. Согласитесь, когда вы немного отходите назад и начинаете видеть всю картину, все становится не таким загадочным. Да вообще не загадочным. Что-то каким-то глупым наоборот становится. В 2012 году, когда шли выборы президента США... И когда, кстати говоря, между прочим, конец света должен был произойти, вроде как, если не ошибаюсь. Предсказание Майя, вот это вот все, помните? А, появилась вот такая вот видеозапись. Да что? На ней показано, как голос отдается не Обаме, а Митту Ромни. Знатоки всех серий сразу вспомнили эпизод 2008 года, когда Гомер пытался отдать голос за Обаму, но засчитывали, как голос за Маккейна. Один голос за Маккейна, спасибо. Нет, я хочу проголосовать за Обаму. Два голоса за Маккейна. Подумаешь, всего одного кандидата не угадали. Аппарат для голосования на выборах подменяет голос. В мультфильме эпизод был пока... Этот мужик закадровый голос, это просто нечто. Так серьезно, так серьезно рассказывает. Просто, боже мой. Сказан в 2008 году, а в реальности это случилось в 2012. Или все куда проще. Ну да, это не предсказание, а просто пересказ гребанных новостей. В 2008 году действительно была гонка между Обамой и Маккейном. И действительно сообщалось о том, что когда люди нажимали за Обаму, то их голос перекидывался за Маккейна. А все из-за плохой калибровки или вообще хрен знает пойми из-за чего. Главное, что это было. И Симпсоны это просто высмеяли. Дословно причем. А еще в 2006 году вышел фильм Человек-года, где описана ситуация с неисправными электронными голосовалками, из-за которых комик становится президентом. Комик становится президентом. Ничего не напоминает? Нет, спасибо. Я сейчас туда тыкну, а вы голос не тому отдадите и поди еще квартиру потом продадите. Я не разрушился еще руками писать, в отличие от вас. Ага, кто тут у нас? Хай Иван, Дузь Юрий, Масло Дмитрий. Понятно. Топа. Зато! Оу. Это был очень громкий жест. А вот достаточно жесткая хрень. В 2001 году вышел эпизод, где мальчикам сколотили бойс-бенд и снимали клипы в стиле Бэкстрит Бойс. Примечательно эта серия тем, что в одном из клипов они скидывают бомбы на арабскую страну. Ой, сейчас, это еще можно сейчас вот это отнести к отсылочке к текущим событиям, что происходит. Где на машине красуется флаг сирийской оппозиции. Который, внимание, был создан в 2011 году, когда проходили гражданские протесты в Сирии. Вот это реальная жесть. Говорили люди. Говорили люди. Ну не я. В интернете. Не зная о том, что флаг сирийской оппозиции не был придуман. Они просто взяли старый флаг Сирии. Лол. Также они поют «Твоя любовь убийственнее, чем Саддам». Поэтому я сброшу бомбу. Саддам Кусейн – это президент Ирака. Хит. Просто хит. А в 1998 году прошла крупная операция «Дезерт Фокс», в которой действительно на Ирак скидывали бомбы. А флаг Ирака знаете какой? А вот такой. Ну это я просто додумываю. Может это была просто ошибка. И они имели в виду иракские войска, так как это реально произошло. Важен контекст. Все это ошибка техасского стрелка, которому я посвятил весь прошлый выпуск. Не смотрели, не знаем. И, наверное, самое загадочное, о чем я сегодня могу рассказать. Трагедия мирового масштаба, которая произошла 11 сентября 2001 года, была предсказана Симпсонами. Вот это интересно. Вот тут как это все. Как это все на самом деле обстояло все-таки? Опять это вырезка из РЕН-ТВ. А, это уже не РЕН-ТВ, это что-то другое, походу. Это РЕН-ТВ. Да, в это сложно поверить, когда я об этом говорю. Но эти знаки реально пугают людей, которые хотят напугаться. И которые не умеют, походу, гуглить. Но я, если честно, видел это все. И, честно скажу, честно, вот никогда не гугл. То есть, ну да, это так легко сделать. По сути, вот просто вписал... Просто вписал в гугл, и сразу же узнал, что на самом деле было вот так вот, а не вот так вот. Но, честно, не гуглил ни разу. Мне кажется, и вы тоже слышали про все это дерьмо, да ни разу не гуглили. Вот тут почему-то мы этого не делали. Но могли бы, но не делали. Может быть, потому что людям прикольнее верить во всякую такую дичь. Суть такова. Семья собирается из своего города ехать в Нью-Йорк на автобусе. И Лиза показывает брошюру, где показана цена за билет в 9 долларов. И основная достопримечательность города. Из этого получается 9.11. Серьезно? А, это вот, это из такой категории, да, предсказы? Я понял, понял, а еще там, типа, смотрите, слева, видите, там N, буква, да, Нью-Йорк, да, и вот это вот N, E, W, W, видите? И если W перевернуть, получится M. А что значит M? Марс. Маск. Что-нибудь из этого точно это значит. А если посмотреть на рисунок слева, то это выглядит как ракета. M, маск, ракеты, те, которые приземляются сами. Ребята, это я еще не копаю глубоко. Это я еще не копаю глубоко. Дата происшествия. Основная претензия людей из интернета, почему 9 долларов? Ну не может же это быть совпадением. Только вот это удивляет всех, кроме тех, у кого есть мозг. Такая цена взята не из потолка, а вполне себе естественно. Вот, например, сейчас рейс из Нью-Йорка до Нью-Йорка стоит ровно 9 или 11 долларов. А рейс из Спрингфилда, Орегон, да, это реальный город, на котором основывался мультик. Стоит 331 или 491 доллар. Да, цена комична. Почему не 10, почему не 12, почему обязательно 9? Может спросим у Эльдорадо, где цена на одну копейку меньше. Или может у карты тройка, почему в 2015 году проезд на наземном транспорте стоил 29 рублей. Билл Окли, продюсер конкретно этой серии, рассказал, что это просто высмеивание вот таких вот комичных цен. А почему там башни-близнецы? А потому что... Потому что они были, ну скажем так, ну недостопримечательностью, я не знаю, но чем-то таким, по которому характеризовали город. Многие знали, что они там есть в этом городе. Ну типа такие выдающиеся здания, в общем. А что там еще нахрен должно быть? Это же Нью-Йорк. Да. Нет, серьезно, башни-близнецы для Нью-Йорка... Они много где были, реально. Ну то есть это странная на самом деле претензия, почему именно они. Потому что они были, ну как сказать, символом города в какой-то момент. Нью-Йорка в то время были как Кремль для Москвы. Плотная ассоциация. Ну, а что насчет этого? А это что? Непонятно, что это за одинокое здание. Да, это может быть одна из башен-близнецов. Но даже если так, то это не предсказание. Потому что в 75-м году в башне был огромный пожар. Более правдоподобно, что это одно из зданий, которое реально полыхало раньше. Ведь соседняя картина показывает нам реальный кадр падения держабля Гинденбург. А что за реальный случай пожара похожего здания? One Meridian Plaza горел в 1991 году. И что более реально... Выглядит, конечно, кошмарно вообще. Банк Interstate горел в 1988 году. И это было очень масштабно. Они вам не предсказатели, как говорится. Более того, люди начали потихоньку понимать, как все это работает, что любое, даже самое убогое предсказание имеет отличный спрос, они начали делать фейки. Как вы помните, совсем недавно весь мир говорил о пожаре в соборе Парижской Богоматери. Собор безумный... Блин, казалось бы, это действительно было недавно, вроде бы, такое недавнее событие. А, ребята, прошло уже три года. Три года прошло. Вот так вот прошли. ...красоты, которая теперь будет реставрироваться долгие годы. Сколько оно там... Сейчас реставрируют, кстати говоря? Уже что-то вообще восстановили? Но всего этого можно было бы избежать, если бы люди смотрели «Симпсонов». Ну вот же, четко показано, Гомер входит в горящий собор. Твиттер взорвался, «Симпсоны» опять сделали это. Безумие! О, боже мой, как они это делают! Снова повторяют! Смираем гребаные монатки и сваливаем с этой гребаной планеты. А вот оригинальное изображение одной из серий 19 сезона. Блин, это такое... Ну это, конечно, вообще фейки, это уже отдельная история. То есть, ладно, когда в самом эпизоде там каком-либо это было действительно, и просто вот так вот оказывается, что люди напридумывали, а на самом деле это было не до самого события, или есть там причины. Но когда это фейки, ну это вообще уже некрасиво. Это вот реально вот так вот. «Покемон Го» у «Симпсоны», кстати, тоже не предсказывали. Очевидный фейк, слепленный из двух серий. Ну и совсем свежая ситуация с Гретой Тунберг, которую, разумеется, «Симпсоны» предсказывали кадр в кадр. Это предсказание живет, потому что люди распространяют картинку плохого качества. Если мы найдем оригинал, то... «Снова?» «Снова?» «Ф, буква «Ф». Да, разумеется, это просто фотошоп. Вот этот кадр, посмотрите, опять запорсился в твиттере. В 2002-м предсказали то, что будет в 2017-м. Прям тютелька в тютельку. Ну а на самом деле сначала появилась фотография, а сразу после этого на канале анимации «Фокс» «Что за жесть?» Появился короткий видосик, где показали эту фотографию. Ну то есть, понимаете, людям вообще плевать, во что верить. Люди очень хотят верить во всякие штуки. «Палец покажи и скажи, что это предсказание». И они такие «О, вот ништяк зайдет этот супер, я запащу прямо секундочку». Нас часто спрашивают. «Ля, это что за рубашечка такая?» Как мы пишем сценарий для нашего мультфильма? Ответ прост. Ассистент? Ну, кстати говоря, хроника. Основанная реальных событиях, как говорится. И вот мы подобрались к самому сладенькому, по моему мнению. Когда пытаешься это гуглить, ты не находишь совершенно ничего. Люди ковыряют в носу и говорят, что да, это реально предсказание. Тут уж ничего не поделаешь. Симпсоны теперь официальные провидцы. Они смогли предсказать, что в один день в прокат выйдут «Звездные войны» и «Элвин» и «Бурундуки». Да, такая тупость для меня на первом месте в топе, потому что это никак не могут объяснить. Реально же так получилось, что эти два фильма вышли в прокат в один день. Мама, я что, сплю? Мы что, наконец нашли провидца? Теперь ответьте мне на один вопрос. Это кинотеатр? Нет, это не кинотеатр. Это киностудия. Я немного взломал гугл и через 5 минут нашел ворота... Хоккермен, боже мой, прячьте свои телефоны, ребята, они уже взламываются. ...киностудии Sony Pictures. Знаете, что я там увидел? Фильмы, которые уже вышли несколько лет назад, рядом с фильмами, которые еще не вышли и находятся в разработке, потому что это визитная карточка киностудии, занимающаяся этими фильмами. В Симпсонах нам показали очевидное продолжение франшиз и опять же в виде шутки. Только с цифрами не угадали. В это время вышла уже четвертая часть. А еще, кстати, один из сценаристов... Ну, это забавное совпадение. Вот это конкретно из категории таких, знаете, забавных, прикольных совпадений, но не более. ...симпсонов Джон Витти. Еще и сценарист... Джон Витя? Витючек. ...экранизации Элвин и Бурундуки. Совпадение на совпадение прям. Это было слишком про... Ну ладно, здесь тоже не совпадение получается. Здесь тоже ни хрена не совпадение. Даже, даже совпадение разоблачены. Просто кто-нибудь впишите это в интернет, потому что люди... А, потому что совпадение, как говорится, не бывает. Но на самом деле бывают, бывают совпадения. Рандом бывает он все-таки, причем он довольно странный. Но в большинстве случаев, конечно, этому есть объяснение. Американцы... Ну, в большинстве я имею в виду, потому что в большинстве оно есть, а там, где его нет, ну ты просто, видимо, пока не знаешь, какое объяснение, но оно есть. Точно не будут смотреть мои выпуски. И вот так со всеми предсказаниями. В этот раз мне даже не пришлось объяснять это с точки зрения науки. Я просто посмотрел все видео, связанные с этим. Начал бороться с симптомами. И мы выяснили, что болезни-то и не было. Зато у этого большие последствия. 5 миллионов просмотров. 6 миллионов, 7, 19. Почему бы и нет? Про русскоязычный канал я вообще молчу. Наверное, каждый канал с топами сделал видос про Симпсонов. Куда выгоднее заниматься конспирологией, а не все это разоблачать. А, впрочем, до пошлений. Меня и так все устраивает. Люди всерьез верят в то, что мультфильм предсказывал будущее. Факт. Но я не хочу быть тем, кто продолжает им это скармливать. Самое страшное, это когда известная личность, чутка бахнутая в голову, и начинает распространять дичь. Все начинают это репостить, потому что вообще плевать, что репостить. Главное, чтобы лайков набрать. Короче, я о чем? Каждый громкий заголовок перепроверяем. Или ждем, пока я сниму ролик, где я скажу, что нужно все перепроверять. Это замкнутый круг. Вы просили? Я сделал. Надеюсь, теперь люди прекратят искать новые предсказания. Это было интересно. Хотелось бы верить? Но верится с трудом. Естественно, этого момента все мы ждали и знали с самого, даже б***цкий сосед знали с самого начала. Поехали. Есть наркомания. Это жутковато немножко. Стремновато. А это что такое? Так, ладно. А-а-а, это мерчик. У него выходил футболочка такая. А я вот с самого начала что-то смотрю и хотел даже сказать, что футболочка какая-то такая необычная, прикольная. Ну, это было три года назад, поэтому все уже, ребята. Это уже все. Не уктуай. Ляй, худачочек. Ой, забавно, что я на самом деле именно в этом выпуске показал вам вот эти вот карточки и прочее, потому что и тут в конце... Оп! А все потому, что предсказал! Угу. Ну, забавно. Вот это забавное совпадение. Прикольно. Прикольно. Ну, я не знаю, работает сайт, не работает. Может, попробовать зайти посмотреть. Может, там что-то даже есть. Вот так вот. Интересный был выпуск, на самом деле. Мне понравился, ребята. У нас-то получилось. Ну, как раз минут на 40. Там плюс-минус. 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 Вот. Было интересно. Понравилось? Ставьте пальчик вверх. В любом случае, ставьте пальцы вверх. Это большая поддержка лично для меня. Спасибо большое. И пишите комментарии. Пишите комментарии, что вам интересно было бы следующее посмотреть. Утопы посмотреть. В целом посмотреть. Что угодно можете, на самом деле, писать. Все читаю, все вижу. Поэтому пишите, 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 написывайте. Вот. Подписывальщики организуйте. Подписывайтесь обязательно, если это вы еще не сделали. Обязательно исключительно с бубенцами. Ну, и все ссылочки, в том числе на оригинал, все внизу. Там же есть ссылочка на наш телеграм. Если есть желание, вступай. Вот. Там как раз-таки, может быть, чуть подробнее расскажу, покажу вот то, что вот приобрел. Карточки, может, вам сфоткаю. Интересно, интересная штука. Я, честно, сам даже полностью пока что не доставал. Все это прям не смотрел. Так, честно, он как бы приехал. Я положил, времени пока не было. Поэтому будет интерес, сделаем, организуем. Все. На этом, собственно, все. Увидимся с тобой где-нибудь и когда-нибудь. Сосед попрощайся. Сосед, попрощайся. Конечно, конечно, конечно. Интересно. Есть ли что-нибудь у Гриффина в плане предсказания? Вот интересно. Чего они могли предсказать бы, а? Или что-нибудь еще, какой-нибудь другой мультик? Спасибо. Спасибо. Спасибо.